Отче наш, не жисти на небесе, Да светится имя Твое, да пей лица Свет Твое, Да будет воля Твое, як он на небесе и на земле. Креп наш насущный, да уж нам есть, И расставим нам долги наши, И не веди нас за искушение, Но избави нас от лукавого. Господи, благослови нашу духовную трапезу, Дай нам насытиться славам Твое Святой. Тебе слава, слава, Отцу и Сыну, и Святому Духу, Мене, и всегда, и в веки, и веков. Аминь. Аминь. Так, ну все будет экспромтом, без подготовки. За нас все приготовил блаженный Феофилак Болгарский. Вы не читайте его слово «Полкование» на Священное Писание. Матфея, Матфея, седьмая глава, с девятнадцатого по тридцать первой стихи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чтобы предыдущий стих прочитаем, предыдущий отрывок из Священного Писания, это двадцать седьмая глава, с пятнадцатого по восемнадцатого стихи. На празднике Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели, был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варава или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти». С девятнадцатого по тридцать первой стихи. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейщины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву!» Пилат же говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят!» Правитель сказал, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И отвечал, «Весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него пограницу и, сплетши венец и стерна, возложили ему на голову и дали ему правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехаясь над ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский!» и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И, когда насмеялись над ним, сняли с него пограницу и одели его в одежды его и повели его на распятие». Я смотрел два фильма. Фильм смотрел первый по Евангелию от Луки и Иисусу, американский фильм. А второй как он называется? «Страсти Христовы». «Страсти Христовы» Не знаю, многие говорят, что «Страсти Христовы» этот фильм более такой жесткий, может быть, чрезмерно откровенный в плане жестокости, оказанной Христу. Но мне думается, что и тот, и другой фильм, они должны были достучаться до сердец людей. И второй фильм «Страсти Христовы» вот думается, что здесь нет преувеличения. Потому что то, что испытал Господь, оно так в реальности и было. Сколь много он пострадал, может быть, этого еще и даже недостаточно. чтобы как-то вразумить нас, что за нас, за меня конкретно все это претерпел Господь. Дивное дело, толкование, дивное дело, судимый Пилатом устрашал его жену. Не сам Пилат видит сон, но жена его. И потому что сам он не стоил того, или по тому, что самому ему не поверили бы, а подумали, что он говорит это по одному пристрастию к Иисусу. А может быть, он, как судья, и умолчал бы о сне, если и видел его. сон этот, сон этот был делом промышления Божия. Не для того, впрочем, чтобы в свидетельстве его освобожден был Христос, но чтобы спаслась та жена. как-то странно даже было читать эти слова. Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Даже во сне и то было страшно ей, что она, что было ей показано. я думаю, что она здесь же присутствовала при этой казни-то. Поэтому то, что она увидела во сне, то, что увидела в реальности, мало чем отличались, наверное, сцены. Почему же Пилат после всего не освободил Христа? Потому что ему небезопасно было освободить его как обвиняемого в похищении царской власти. Но только ли поэтому? Да потому, что так было предвещено, потому что так Господь садил. Впрочем, он должен был потребовать показаний о том, что не собирал ли Христос около себя воинов, и не заготовлял ли оружие, не запасался ли золотом, серебром, а как Пилат вместо того оказался слаб и уклончив, по этой причине он и неизвинителен, ибо когда просили у него отъявленного злодея, он отдал, а Христе спрашивал, что сотворю Иисусу, делая таким образом самих иудеев начальниками суда, вначале вроде сказал, что ничего я не вижу за ним плохого, а в то же время как бы подталкивал даже их, а что я сделаю ему, что вы хотите, чтобы я сделаю ему, делая таким образом самих иудеев начальниками суда, так как он был правитель, то мог силою взять его из рук их подобно как известный тысяча начальник взял Павла в Деянии 21-31 «Да распит будет, говорили иудеи, в намерении не только убить его, но и приписать ему злодейскую вину, ибо крест был казнью злодеев». Пилат умывает руки в знак того, что он чист от ненависти и от вины вроде как перед Иисусом. Мудрование очевидно ложное, потому что хотя он назвал Иисуса праведником, однако предал его убийцам. Если ты уж назвал праведником, так чё ж тогда его обвиняешь? Зачем же ты отправляешь его на эту казнь? Явное противоречие, явная ложь, явное лукавство. А те возмездия за убиение и кровь его принимают на себя и на чад своих. Это возмездие и постигло их вскоре, когда римляне истребляли их детей и их самих. Впрочем, и до ныне евреи, как чада убивших Господа, носят на себе кровь его, ибо за неверием Господа преследуются от всех и нет им никакого помилования. Тут же вспоминается вот фильм недавно, я сравнительно недавно посмотрел Собибор. о концлагере на территории Польши. Можно чуть погромче? Я так думаю, не слышу. Вспоминается фильм, который я недавно посмотрел под названием Собибор. о концлагере для евреев, которые должны были быть уничтожены, и там говорится о том, что они веру-то как бы сохранили, но веру такую свою, основанную на Ветхом Завете, и об Иисусе там, конечно, нет у них не звучит это из уст их. Но тем не менее, вот они были сплоченные в этом фильме, и сумели хоть какая-то часть спастись. Ну, там надо смотреть и сказать нет смысла. Я к тому, что они остаются гонимы, несмотря на то, что они, казалось бы, противоречие такое, они уже у власти. Они практически владеют всем миром. семь богатств практически в их руках. Осталось только воздвигнуть храм, третий храм, на том же месте, на котором не позволяет Господь им до сих пор воздвигнуть, хотя уже, наверняка уже есть и средства, и материалы, и все уже готово для того, чтобы там на месте этой мечети, которая стоит вместо храма, воздвигнуть третий храм в Иерусалиме. В Иерусалиме. Время не пришло. Да, время не пришло, но оно все-таки близко. И по сравнению с тем, что говорил апостол Павел, время близко, и что тайна беззакония уже в действии, это вот уже на протяжении более двух тысяч лет, и все это продолжается, это близкое время. Это говорит о том, что у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Поэтому мы каждый день можем молиться, Господи, да, продли еще нашу жизнь на этой земле, чтобы наши близкие имели возможность найти путь спасения, дарованный Тобой на Голгофском кресте, чтобы мы еще вразумились страстями Твоими на Голгофском кресте, чтобы кровь Твоя была не напрасно пролита для нас, конкретно для меня. И в то же время должны говорить, но да не подщится наша худая бедствующая рука удерживать Твою карающую десницу. Потому что мы должны быть готовы всякое время, всякую минуту принять то, что Господь нам посылает. И боли, и скорби, и печали, потерю близких, и то, что происходит на нашей планете. Продолжают гореть 2 миллиона гектаров сибирских лесов. А раньше-то нельзя было начать тушить. Дождались, когда 3 миллиона будет гореть. 1 миллион потушили, а еще горит 2 миллиона. И дым от пожающих достиг уже Аляски. А у нас целую неделю было небо заволчено этой гарью. И за все нужно благодарить Бога. Единственное, за что не нужно благодарить Бога, за то, за наше безразличие, за наше нерадение, за нашу нерассудительность, за то, что не используем таланты для того, чтобы вразумить окружающих нас и себя вразумить прежде всего Словом Божиим. Чтобы еще и еще раз призывать наших близких к тому, чтобы увидеть, что мир всей весь погряз в агрессии, во зле. И что ничего доброго мы здесь и не можем увидеть. Ибо мы знаем Слово Божие в дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И лучшая пора из них труд и болезнь. труд и болезнь. Рождается человек, а думаем, ой, какая радость, рождается человек, а плакать нужно, потому что рождается для мучений. И что в итоге этих мучений? Ведь мучения все равно каждому человеку предстоят. Богатые тоже плачут. Они тоже страдают. Страдают по-своему. Пытаются найти утешение в этих скоро наслаждениях. А наслаждение, самое высшее наслаждение, которое человек испытывает при физической близости друг с другом, длится-то секунды, даже минуты не длится. А там вечное блаженство. И мы что меняем? Вот эти секундные наслаждения меняем на вечную блаженную жизнь. привязываемся, прирепляемся к этому прежде всего. Кому, как не мне, можно говорить о том, что есть Царство Небесное, что это реальность. Потому что моя родная бабушка, бабушка моей родной, сестра моей родной бабушки, родная сестра ее, адмирал, на то и суток я уж неоднократно рассказывал об этом, и душа ее пребывала во всех местах, показанное ей все было, и в Царстве Небесное. Я повторюсь, приготовилась, легла на лавку и умерла. Через короткое время подняла руку, как крестное знамение совершать, и трое суток держал, попробуйте хоть час подержите руку. Через трое суток душа ее вернулась с тела и ей сказано было, рано раба Божия собралась, через год, еще год проживешь, ровно через год изо дня в день, приготовилась, умерла и все. Вторая сестра, они были две монахини, встала на колени перед иконами и просит, Господи, я не могу без нее, возьми меня с ней вместе. И в один день вынесли два гроба. это было неоднократно пересказано. Может, по ее молитвам Господь нашел меня после многих мытавств по всяким ямам, где только меня не мытало. Поэтому это реальность, это реальность, которую мы не признаем, к сожалению, или мало признаем, или не верим. достаточно сильно. То, что есть Царство Небесное, что мы туда не стремимся постоянно. Так вот, они до сих пор рассеяны по всему лицу Земли. И, несмотря на свои богатства, они тоже умирают. И жена Рокфеллера, умирая, с собой внесла только кусок ее драгоценного платья, которое она схватила перед смертью, и которое нужно было вырезать, потому что не могли рассадить эту руку. Только и всего, что унесла она с собой. А все осталось. Все миллиарды, триллионы, все здесь, с собой ничего. И Березовский ничего с собой не взял. Только остались драки между ближними и суды. так вот, противоречие кажущиеся, оно на самом деле не противоречие, потому что Господь, они сказали, что кровь твоя на нас и на детях наших. И все потомки так и несут это рассуждение. И сколько времени они уже не могут построить этот храм, потому что не позволено им, потому что отнятое от них это. Воины поступали с ним достойно себя, как люди прямо безумные. Они одели его, как царя, в хламиду вместо порфиры, вместо скипетра дали ему трость, венец терновый вместо царской диадемы. И в насмешку над ним кланялись ему. Смотри, как все виды поношения привели в действие лицо, все тело, хламиду, уши, пульными словами. Так багряная хламида означала обогренную кровью и убийственную природу нашу, которую он воспринял и осветил облегшись в нее. Терновый венец означал проистекшие из житейских попечений грехи, которые Христос истребляет своим божеством. Глава означает божество его. на эту евангельскую часть евангелия есть икона в Покровском соборе правом пределе как раз она там есть расписанная. Внизу ничего не подписано как, что, из какого местописания ничего нет. Но вот именно в тюрьмом венеце Господь держит трость вот в таком одеянии. Если помните, когда там были, то сегодня, если угодно, тоже буду. Потому что у меня сегодня 30 лет, как меня первый раз покрестили по простым соборам. Крещение было мальчением, без веры, покаяния. Ничего у меня не было. Просто пришла со своими детьми, все мы покрестились. А зачем вы пришли покреститься? А потому, что разрешено было покреститься. Чтобы был лад в семье, никто не болел. Вот такие были мысли. А только потом. Ну, как оберег, да? А потом, только тогда, уже когда пришло время, начала читать Евангелие, пришла на занятия, уехала из своего места жительства в 1997 году. В 1989 году покрестились. И только с 1999 года, после посещения лагеря Юли, пришла настоящая необходимость через Слово Божье уверовать. Вот спасение в Евангелие. Как вы до этого читали Слово Божье? Время от времени разъяснений не было. А когда прошла на занятия, там уже так представилось действительно, для чего мы должны иметь Господа Иисуса Христа личным своим спасителем. Для спасения своей души. Иеговисты разве не читают толкования? Я не уеговистов была. А у адвентистов? А у адвентистов? Да, у адвентистов. Нет, там толковали, как ты так понимаешь, как ты понимаешь. И свое. Вот так. Поэтому, простите, но такое было. Ну, это как раз к словам сегодняшним, прочитанным в евангельское чтение сегодня у нас было. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех членников. Вот эти слова нужно тоже помнить. Если нам только вера нужна для того, чтобы иметь здоровые суставы, не больную голову, чтобы у нас руки хорошо работали, чтобы в семье мир и лад были, да, это все важно, это необходимо, но это все вторично, это все потом. А прежде вера наша должна быть спасительной, она должна вести нас по пути спасения вверх. И в человеке две бездны. Если человек падает, то он падает хуже всякого животного. Ни одно животное так пасть не может, как человек. Сотворить такие мерзости, гадости друг к другу, причем своему ближнему. И бездна для совершенствования, бездна для совершенствования, для обожествления. То есть, естественно, мы не должны претендовать, как Люцифер Деница, претендовавший в осяду на севере, на троне. Но мы стремиться должны к обожествлению, то есть, мы должны стремиться стать в том месте, где мы наблюдаем Божественный Лик Христа. Что-то у нас обозначено коротко, тут 19.31, мы уже прочитали 31. И дальше. Читаем дальше, стало быть. Я думаю, это как задание на сегодня. Мы уже частично разбирали в прошлый раз. Следующее, 32-36 стихи, Матфея, 27 глава. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона. Всего заставили нести крест его. и придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отвечав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его, «Сей есть Иисус, царь иудейский». Первые три евангелиста говорят, что Симон нес крест Иисусов, а Иоанн повествует, что его нес сам Господь. Поэтому как бы противоречие кажется, да? Опять же, которые неверующие люди находят до нескольких тысяч. Поэтому надо признать, что было и то, и другое. Сначала сам Иисус нес крест свой, когда никто не хотел понести его, а потом на пути нашли Симона и на него глазожили крест. Ты же возьми во внимание еще вот что. Симон значит послушание. Итак, кто имеет послушание, тот несет крест Христов. Лобное место называлось так потому, как говорят по преданию отцы, что тут погребен был Адам. Это значит, что как в Адаме все мы умерли, так во Христе нам должно ожить. Далее, не смущайся тем, что от евангелистов слышишь разное, что по словам всего Матфея принесли Господу уксус с желчью, по сказанию Марка веносца с мирною, а по свидетельству Иоанна уксус с желчью и с сопом. Опять в противоречии, да, разные евангелисты пишут о разном. Казалось бы, разными делаемо было разное, как обыкновенно бывает в беспорядочной толпе, где всякий делает свое. Посему надо бы надумать, что один принес вино, другой уксус с желчью, много родов смерти, но Христос умирает на кресте, чтобы и древо осветить, через которое мы подверглись проклятию, и благословить все, и небесное, означаемое верхней частью креста, и подземное, означаемое подножием, и пределы земли, как восточной, так и западной, знаменуемые поперечными частями креста, а вместе для того, чтобы, простерши руки, призвать и собрать расточенных чад Божиих. Как широко Господь раскинул во все стороны, всю вселенную объял на кресте, и в ад сошел, и зада извлек умерших, и вознес всех в Царствие Свое Божие. Воины делят одежды его, как человека бедного и ничего более не имеющего. Враги в оправдание свое надписали над ним, за что распят, именно, что он распят, как царь иудейский, то есть, как похититель царства иудейского и мятежник. Таким образом, слово царь надписали они для окравдания. Но, несмотря на то, что свидетельство это верно, как свидетельство представленное врагами, Господь действительно весь царь. Царь царей, как мы его считаем, который до того именно и пришел, чтобы спасти иудеев, так как плотские иудеи не восхотели иметь его царем над собою, то он соделывается царем духовных иудеев, коими являемся мы, бывшие язычники. То есть, исповедующих, что иудей значит исповедующий. Исповедуем Христа, значит, мы иудеи, иудеи во Христе. Так, ну, вопросы у кого-то есть, у кого-то есть свое дополнение, пожалуйста. Нету? Можно? Да, конечно. В каком-то другом толковании было написано, что те, которые обвиняли Христа, просили Пилата написать, что он называет себя царем иудейским. Не то, что он царь иудейский, а Пилат отвечал, как я написал, так и написал. Да, да, да. И получилась такая запись, все есть царь иудейский. Им-то даже эта надпись-то им-то не по нраву была. Да, да, да. Какой он царь? Именно так. Они хотели его выставить самозванец. Да, они его самозванцем так и твали, конечно, да. Но это все насмешка действительно, насмешка так и получилось. Но как в народе в нашем есть поговорка смеется тот, кто смеется последний. А смеяться пришлось горькими слезами обливаться, когда пошли они в газовые камеры, когда пошли в другие места. Но они сами выкрикивали прохи его на нас и на детях на ногах. согласились? Да. Иван Грияна, я напомню то, что сейчас Галина Александровна сказала. Эту надпись читали многие из людей, потому что место, где был распитый Иисус, было недалеко от города. Написано было по-юрейски, по-вречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши, царь иудейский. Но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Подтвердение написания Евангелия Ивановна. Что написал, то написал. А написал то реальность. Царь есть иудейский царь и царь всей вселенной. Ибо Он сотворил всем. И все во всем есть Господь. Итак, если мы исповедуем Христа распятого, который был распят во спасение всего человечества, прежде всего ради меня грешного, то тогда мы и есть иудеи. Поэтому иудейский народ мы не должны проклинать. Мы должны его благословлять, потому что, во-первых, Иисус Христос тоже из иудея по-человеческому, по плоти, и Богородица из этого же иудейского племени, рода, и учения все оттуда, и апостол Павел, и евангелисты. Поэтому кто коснется их, то будет наказан. Я хотела спросить, вот мы говорим иудеи, иудейский народ, иудеи это же колено иудина, правильно ли? Из тех двенадцати колен израилевых одно колено иудина, а где все остальные? Ну, левиты служили в храмах, а где все остальные на тот момент были? Кто-нибудь знает исторический такой момент? Нет у нас Игоря Дебунова, который бы сейчас тот исторический справки поднял бы. Я думаю, что под словом иудей понимается весь иудейский народ, то есть израильский народ. Ну, тогда вы говорили израиль. Надо будет посмотреть. Хороший вопрос к следующему занятию надо будет посмотреть этот момент. Это есть. Вот, тетя Алла сказала, в России не было. Я тоже склонюсь к этому. Что? В России не все. Где-то в России не было. Кто в России не был? Ну, колено все эти остальные, колено израиль. Рассеянные. Почему рассеянные? Это Идейское царство было же. Ну, только создан в 47-м рояле. Нет, это уже тогда, это уже после войны было, в 47-м году возникло израильское государство. Так, хороший вопрос. На следующее занятие надо будет посмотреть это. В понедельник мне тоже напомню про это. следующее стихи 27-я глава Евангелия от Матфея с 38-го по 44-й стихи Тогда распиты с ним два разбойника один по правую сторону, а другой по левому. Проходящие же засловили его, кивая головами своими и говоря разрушающие храмы в три дня созидающие спаси себя самого если ты сын Божий сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками историчными и фарисеями насмехаясь говорили других спасало «Себя» не может спасти если он царь Израилев Пусть теперь сойдет с креста и уверовал в него уповал на Бога пусть теперь избавит его если он угоден ему ибо он сказал «Я Божий сын» так же разбойники распитые с ним поносили его Толкование Для оболгания Христа распинают с ним двух разбойников дабы и он признан был за такого же беззаконника как те но они были образом двух народов иудейского и языческого так как оба эти народа были равнобеззаконны и вместе поносили Христа подобно как и разбойники сначала оба и поносили его но потом один из них познал его и исповедовал царем почему и сказал «Помимя Господи в отцарстве таем» странно как казалось только что поносил а как за какое время что он там Иисус ему проповедовал что ли уже будучи на кресте как он познал это тайна для меня видимо даже невербальное так называемое общение было Иисуса Христа с этим разбойником потому что он как он познал да вы знаете как бы перенося на нашу жизнь бывает же вот такое в детстве помню он что-то сделаешь и на тебя взрослые так посмотрят и ты устыжаешься может быть какой-то такой же момент был вот когда они там мучились на крестах может быть вполне и он стыдился даже от своих слов сказанных и стал после этого как бы заступаться да мы с тобой виновны а этот праведник ничего не сделал чего ради он страдает вот я и говорю о том что вот между нами тоже и бывает же такое невербальное такое общение когда молчат люди а общение идет происходит и бывает да и бывает приятное общение бывает неприятное вот человек присутствует а вот как-то неловко от этого общения невербальное значит это не выраженное словами не выраженное словами а вот какое-то телепатическое какое-то вот оно общение такое вот оно внутреннее да, вот такое поэтому я и говорю, что видимо вот такое во-первых, Господу было угодно он мог внушить ему мысли передать эти мысли убедить его в том, что произошло это как оно произошло и почему произошло ну, как бы там ни было один из один из этих разбойников принял его и исповедовал его Господом, а второй продолжал злословить нам бы оказаться лучше в числе первых другой же разбойник, образ иудейского народа, продолжал хулить дьявол понуждал многих говорить если ты Сын Божий сойди с креста с той целью чтобы через это заставить его сойти с креста и чтобы разрушить дело всеобщего спасения крестом но Христос и есть Сын Божий и не внял врагу дабы и ты знал что не должно слушаться ухищрений дьявола но должно творить добро хотя бы люди и стали думать о тебе худо если мы верим в Иисуса Христа особенно для наших детей для молодых я хочу напомнить еще раз о том что если мы мы должны верить не только в то что есть Бог Отец Бог Сын Иисус Христос Спаситель Дух Святой но есть еще и темные силы возглавляемые сатаной Люцифером Деницио это один и тот же персонаж и что он постоянно бдит 24 часа в сутки и когда мы спим то его клевреты не дремлют эти 24 часа в сутки и пытаются нашу душу увлечь в вечную погибель потому что они знают что им уготовано одно вечное мучение и дабы во зло и по сути они есть и зло и клеветники лжецы они желают как можно больше душ наших человеческих увлечь чтобы сделать неприятное противное Богу Творцу и Создателю нашему и нашему Спасителю поэтому нужно постоянно бодрствовать думать о спасении своей души зная что они-то бодрствуют а мы нередко дремлем дремлем во время службы во время занятий по Слову Божьему давайте будем бодрствовать 27 глава Евангелия от Матфея 45-49 стихи от 6-го же часа тьма была по всей земле до часа 9-го а около 9-го часа запил Иисус громким голосом Или-Или-Лама-Савахвани то есть Боже мой Боже мой для чего ты меня оставил некоторые стоявших там слыша это говорили Илью зовет он и тотчас подбежал один из них взял губку наполнил уксусом и наложив на трость давал ему пить а другие говорили постой посмотрим придет ли Илья спасти его а для чего уксус-то пить разве уксус утоляет жажду да чтобы ускорить смерть так же как и перебивали голени у всех распитых на кресте разбойникам для того чтобы еще создать челк дополнительный кровопотерю и приблизить смерть а одно из пророчеств которые были сотни пророчеств указывавших на Христа в Ветхом Завете одно из них то что голени Иисуса Христа перебиты не будут они так и остались целыми пусть и вода не сокрушится да найдите это место толкование бывшая тогда тьма произошла не по естественному порядку как например бывает она вследствие естественного затмения Солнца 14-й день Луны никогда не бывает затмения а бывают затмения обыкновенно при рождении Луны но во время распятия Христа был 14-й день Луны потому что тогда совершалась Пасха следовательно тьма была неестественная при том тьма эта была во всем мире не в одной стране например в Египте да вы явно было что явно было что тварь соболезную страданию Творца и что свет от иудеев отступил те же иудеи которые требовали знамения с неба пусть увидят теперь солнце помраченное пророческое изречение Илии произносит на еврейском языке с той целью чтобы показать что он не противник ветхозаветного писания и подчеркнуто ветхозаветного писания и выделено жирным шрифтом для чего ты меня оставил сказал во значение того что он истинный человек с большой буквы и не призрачный ибо человек будучи животолюбив естественно хочет жить животолюбив как-то не звучит я бы сказал жизнелюбив поэтому как в том случае когда скорбел и тосковал он показывал в себе естественно свойственную нам боязнь смерти так теперь обнаруживает в себе естественную любовь к жизни ибо он был истинный человек и подобен нам во всем кроме греха между тем люди из простого народа будучи невежественны и незнакомы с пророчествами не поняли сего воззвания и думали что Христос зовет Илью не все иудеи знали пророчество подобно как ныне не все христиане знают Евангелие а уксусом поили его для того чтобы он скорее умер прежде нежели придет Илья спасти его почему некоторые и говорили постой посмотрим придет ли Илья спасти его то есть не ускоряй смерти его пусть узнаем поможет ли ему Илья ремарка иглы Игнатий Тихонович Ларков Блаженный Феофилак чудный истолкователь Библии постоянно подчеркивает выделяет всюду слова Иисуса в которых видится всем верным что Господь постоянно подчеркивал что Он не противник Ветхого Завета когда Христос говорил о Слове Божьем о законе о заповедях об исследовании Писания Он говорил имея ввиду только Ветхий Завет первую часть Библии Иоанна 5.39 Исследуйте Писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о Мне Это Евангелие от Иоанна 5 глава 39 стих Если мы дети Божьи если мы овцы этого небесного пастыря то должны знать голос Его голос Священного Писания любить Библию более всего на свете Кто любит Библию тот не будет тратить время ни на посещение театров и мюзиклов ни на сидение у телевизоров ни на чтение безбожных романов газет и журналов но он будет искать общение с Искупителем в молитве и познавать волю Божию выкраивая свободную минуту до чтения Священного Писания Священной Библии Псалом 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 Блажен муж который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей но в законе Господа воля его и в законе его размышляет он день и ночь и будет он как дерево посаженное при потоках вод который приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет и во всем что он не делает успеет царь и пророк псалмопевец Давид написал самую читаемую в мире книгу книгу песней книгу песней боговекновенную псалтирь первый псалом начинается словами любви к Библии о том каким плодоносным делается человек любящий Библию и как разносятся и как разнятся от таких боголюбцев те кто не любит Библию те которые проводят время у телевизора и в пустых разговорах псалом первый первый псалом четвертый стих не так нечестивые не так но они как прах возметаемый ветром с лица земли так и в царской России слово Божие не стояло на первом месте ни в обществе ни в храмах а значит и не было никогда никакой святой Руси то бог и вымел с русской земли 1275 монастырей 57 тысяч храмов около 200 тысяч священников и монахов как прах возлетаемый ветром священники не насаждали авторитет Библии и не заплатили за это страшную цену и заплатили за это страшную цену их прихожане исповедавшие лжеправославие взялись за вилы крушили все домощей и сами пошли в гулаг Господь говорит что люди не его ставили не его оставили а как бы самих себя книга Псалтыр начинается привлечением человека Библии настроим его на духовную волну на связь с Богом и заканчивается 150 салмом полной гармонии вселенной соединившейся в хвале Создателю и даже добавочный 151 Псалом продолжается издавать благоухание хвалы через бряцание струн богоизбранного пастушка Давида Псалом 151 2 стих руки мои сделали орган персты мои настраивали Псалтирь книга Судей 5 глава 3 стих слушайте цари внимайте вельможи я Господу я пою бряцаю Господу Богу Израилеву книга 1 Параполимон 16 глава 9 стих пойте ему бряцайте ему поведайте о всех чудесах его притча 28 9 кто отклоняет ухо свое от слушания закона того и молитва мерзость Господь наш постоянно обращался к священному писанию и к этому же приучал своих учеников все доказательства Иисуса были из Библии только из Библии и ниоткуда более как из Библии Лука 24 глава 44 стих и сказал им вот то о чем я вам говорил еще быв с вами что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевым и о пророках и в псалмах и в пророках и в псалмах если мы решились дойти до Царствия Небесного то нужно следовать не за чужим голосом а за голосом Иисуса Евангелие от Иоанна 10 глава 4 5 стихи и когда выведет своих овец идет пред ними а овцы за ним идут потому что знают голос его за чужим же не идут но бегут от него потому что не знают чужого голоса Христос непрерывно устанавливал в душах своих последователей авторитет Библии и это очень точно подметили святые отцы чьи толкования соединил воедино блаженный Феофилак вот такая ремарка знаете тихо начало я хочу обратиться к Ливии конкретно недавно я посмотрел фильм на жизнь на кончиках пальцев не смотрела посмотри хороший фильм о Владимире Споляке о его жизни документальный фильм что меня удивило я неоднократно интересовался его биографией это уникальная личность очень талантливая всему миру известная и его оркестр и первый оркестр виртуоза Москвы и второй государственный камерный оркестр созданный там уже участвуют не только лица морского пола но и женщины тоже замечательная музыка замечательный исполнитель меня удивило что он из биографии что он будучи евреем рожденным еврейской семье посещал храм с соседкой вот как-то вошел воцерковился ну в общем участвовал в богослужениях каким-то образом присутствовал и был крещен в детстве и сейчас он как бы благодарит за то что это случилось считает себя как православным естественно как крещеный и он определенное определенное время определенные занятия уделяет именно духовной музыки в том числе и показывает как раз в кадрах то как он занимается духовной музыкой в том числе такая вот личность посмотри фильм я тебе советую он говорит о том что жизнь наша наполнена агрессией прежде всего а музыка вот с чем я не могу согласиться с его словами что музыка она всегда только дает такое хорошее только плодотворное я считаю я считаю что есть музыка разрушительная такая как тяжелый рок и ему подобное ну и не все ему удалось в плане воспитания своих детей у него две дочери одна была приемная дочь удочерил он дочь своей родной сестры которая рано ушла из жизни вот у него три девочки было получается племянница родная племянница но он удочерил ее и вот они как три дочери считают жена его сати армянка они вот 30 лет воспитывали своих детей ну и не все так гладко получилось одна из них занимается музыкой которую я не считаю хотя он тоже считает что это ничего ну есть как бы то есть во всяком случае как говорится в народной мудрости что учиться можно и у муравья поэтому из всего нужно извлекать пользу и уметь отсеивать благодаря тому что нам Господь дал талант разумение тем более когда мы знаем священное писание когда мы знаем толкование святых отцов на священное писание исходя из этого нужно уметь отличать котлету от мух как говорится в жизни истину от правды ложь от лжи я думаю что ты уже теперь это умеешь делать если не умеешь то дай Бог чтобы научился поделать отличать и следовать только за истиной за светом да нашли вот те места писания которые подтверждают что это было праводчество как тогда была пятница иудеи дабы не оставить не оставить тел на кресте в субботу ибо та суббота была день великий просили пилата чтобы перебить у них голени и снять их евангелие истин евангелие истин пояснение во второзаконии 21 глава 23 стих это говорится уже как во время пасхи нельзя было этого делать не сокрушать кости и поэтому вот так вот сейчас прочитаем это место по порядку 21 23 тело его не должно ночевать на дереве но погиби его в тот же день ибо проклят пред Богом всякий ковешанный на дереве и не оскверняй земли твоей которую Господь Бог твой дает тебе в удел разокония 21 23 следующее место писания которое тоже поясняет что было пророчество ибо сие произошло да будет описание кость его да не сокрушится один из воинов потом и прокопила но пришедший к Иисусу как увидели его уже умершим не перебили него волени евангелие от она 19 глава 33 36 стихи об этом идет разъяснение в исходе 12 глава 46 стих и далее в числах 12 глава в одном доме должно есть ее опасно иудейское говорится не оставляйте от нее до утра не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте спасибо спасибо христос и последнее сейчас 12 стих 14 месяца вечером пусть таковые совершат ее с отрезниками горькими травами пусть едят ее и пусть не оставляют от нее до утра и костей ее не сокрушают пусть совершают ее по всем кустам о пасхе спаси христос ну вот уже несколько мест из священного писания подтверждающих пророческие слова из веткового завета которые совершились вот в одном только моменте то что голени Иисуса Христа не были перебиты а их были сотни пророчеств которые указывали как вот можно вообще мимо этого проходить и не находить веры слово Божие это просто сказал безумие в сердце своем нет Бога так что отрицающие Бога безумны просто и все да а мы сошедшие с ума да сошедшие с ума с того лба которым владеет весь мир и слава Богу за это сумасшествие последнее я прочитаю хотя осталось несколько до 28 главы нет наверное все таки много было прочитаю последние стихи 50 и 53 стихи 27 главы Иисус же опять возопив громким голосом испустил дух и вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу и земля потряслась и камни расселись и гробы отверзлись и многие тела усопших святых воскресли и выйдя из гробов по воскресенье его вошли во святый грамм и явились многим дивные просили столько чудес Елены просили чудес одно вот это как могло просто не повергнуть в такое не знаю в то чтобы обрести эту веру если в этом городе столько было умерших и они вошли в город среди своих родственников появились ну как это воскресенье это было смерть Христова толкование смерть Христова сделалась для нас освящением для этого то смерть и призывается громким голосом а иначе если бы не была призвана она и не могла бы приступить церковная завеса была полотном повешенным посреди храма и отделявшая внутренне от внешнего как некоторая стена и что она раздирается то через во это Бог показал что храм доселе недоступный до народа им невидим невидим которого внутренность закрываема была завесою будет таком унижении и презрении что всякий может входить в него и рассматривать его иные представляет на это и другие причины можно сказать и то что как иудеи имели обычай раздирать одежды в случае богохуйства так теперь и храм Божий как бы скорбя о смерти Бога разрывал одежду свою то есть завесу а воскресенье мертвых бывшие при крестной смерти Господа давало знать об освобождении и тех душ которые находились в ааде воскресшие тогда явились многим дабы сие происшествие не показалось мечтою а воскресли они собственно ради знамения и явно что они опять умерли ну не только потому что вот для этого чуда а Господь мы же знаем что Господь спустился в ад и проповедовал там то есть они были наставлены эти души умерших находившихся в аде в аде но это было однажды и более такого не совершится если наша душа уже попадет в рай а если в ад то тоже навечно поэтому пока крышка гроба не закрылась пока душа наша из тела не вышла ну крышка гроба уже позже закрывается но пока душа наша из тела не вышла есть время для покаяния ныне день спасения только ныне вчерашний день уже не наш а завтрашний день будет ли он для нас или наступит ли неизвестно и мы ложимся в постель как во гроб и не знаем встанем ли мы молодая женщина сорок с небольшим лет легли с мужем в постель утром фая фая а фая холодная уже это мои знакомые близкие знакомые были ничем не болело ничем кончилось время время до покаяния время земной жизни не кончилось поэтому будеть над своей душой нужно постоянно и думать совершать молитву постоянно и для меня самая главная молитва Господи не дай мне уйти из этой жизни без покаяния чтобы не успеть покаяться ибо я верю что если я чистосердечно чистосердечно не просто произнес сотряс губами языком воздух а чистосердечно горячо я признался в своих грехах и попросил прощения я верю что Господь простит меня ибо его жертва не напрасна его кровь омыла меня дочитаем или оставим давайте дочитаем чтобы уже была глава закончена да дополнить ваше желание я исповедую грехи своим здесь такое стихотворение в котором говорится я к ногам твоим пролзенным предсостоянием иду грех мой кровью ты чистой смыть молю смыть молю слава тебе Господи что ты за нас страдал прости нас небесный Отец и обрати к покаянию истинному Богу познанию наших близких родных знакомых друзей детей внуков праздников и их родителей да и аминь слава тебе Господи слава тебе аминь аминь аллилуйя 54-56 стихи сотник же и те которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения и все бывшие устрашились весьма и говорили воистину он был сын Божий там были также и смотрели издали многие женщины которые следовали за Иисусом из Галереи служа ему между ними были Мария Магдалина и Мария мать Иакова Иосии и мать сыновей Завидеева сотник толкованием сотник хотя был язычник однако увидев знамение уверовал вместе с ними кои были при нем напротив в иудеи слушавшие закон и пророков остаются неверными означенный сотник принял впоследствии даже мученическую смерть за Христа что касается дожон зрительниц происшествия то этот осужденный и сострадательнейший пол наслаждается созерцанием благ прежде всех и ученики разбегаются а жены стояли смотря на страждущего Господа Марию и матерью Иакова и Иосии Евангелист называет Богородицу так как Иаков и Иосиф и Иосия были дети Иосифа от первой его жены а как Богородица называлась женой Иосифа то по праву называлась и матерью то есть мачехой от детей его матерь сынов Завидеевых называлась Соломию о которой говорят что и она была дочь Иосифа 57-61 стихи когда настал вечер пришел богатый человек из Римафеи именем Иосиф который также учился у Иисуса он придя к Пилату просил тело Иисусова тогда Пилат приказал отдать тело и взяв тело Иосиф побил его чистую плащаницу и положил его в новом гробе который высек он в скале и привалив большой камень к двери гроба удалился была же там Мария Магдалина и другая Мария которые сидели против гроба толкование прежде Иосиф скрывался а теперь дерзает на великое дело решившись положить душу свою за тело учителя и вступить в борьбу со всеми иудеями взявшие тело Иисусова Пилат дает ему тело как великий дар потому что тело Христа которого умертвили как мятежника должно было быть брошено без погребения впрочем Иосиф как человек богатый может быть и денег дал Пилату получив таким образом тело он погребает его с честью и полагает в новом гробе в котором никогда никто не был полагаем и это было по особенному строению Божьего что по воскресению Господа не сказали что вместо его воскрес другой мертвец погребенный там прежде его вот почему был новый гроб между тем Мария Магдалина и другая Мария то есть Богородица выше названная Марией матерью Якова Иосифа и матерь сынов Завидеевых все три сидели напротив гроба выжидая минуты когда утихнет ярость врагов чтобы идти объять тело и помазать его миром людьми не имеющими смысла пророк называет очевидно народ иудейский распявший Господа а жен призывает к тому чтобы они оставили всей бессмысленной народ последовали к апостолам и принесли им радостную весть о воскресении последний отрывок 62-66 стихи Евангелия от Мафея 27 глава на другой день который следует за пятницей собрались первосвященники и фаисеи к Пилату и говорили господин мы вспомнили что обманщик тот еще будучи в живых сказал после трех дней воскресну и так прикажи охранять гроб до третьего дня чтобы ученики его придя ночью не украли его и сказали народу воскрес из мертвых и будет последний обман хуже первого Пилат сказал им имеете стражу пойдите охраняйте как знаете они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать толкование закон повелевал чтобы в день субботы никто не двинулся с места своего между тем беззаконные иудеи собираются к иноплеменнику Пилату вместо законного собрания но если они злобою были подвигнуты прийти к Пилату и утвердить гроб однако это было по Божьему строению дабы воскресение совершилось при засвидетельствовании сего врагами и тогда когда гроб был запечатан и охраняем достойно исследования то что откуда иудеи знали когда говорили что воскреснет третий день Господь нигде не говорил об этом ясно и прямо поэтому надо думать что они узнали это из прообразования Ионы ибо Христос говорил как Иона был в очреве кита три дня так и я в очреве земли но теперь поняли что он храмом называл свое тело и уже опасаются и называют его льстецом не оставляя своей злобы даже и после смерти его есть у кого-то слова дополнения Любовь Николаевна что это у вас есть на следующий раз дополнительная будет Евангелие от Матфея это у нас какое число будет сегодня 18 25 заканчиваем заканчиваем достойно есть какого истину блажит дитя Богородицу весна блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую херудин и славнейшую без сравнения сероким без искления Бога слово родшую сущую Богородицу Тя величаю Господь благодарим тебя за этот воскресный день за общение с братьями и сестрами за приобщение к Слову Твоему Святому благодарим за то что Ты нам даешь толкование святых отцов на Слово Твое чтобы мы не уклонялись ни влево ни вправо но следовали строго по окроволинками стопам не оставь нас милостью и впредь Господи помоги нам Господи дойти до пристины Твоей вечной до Царствия Твоего Небесного не прибавить свет лица Твоего Тебе слава высылаем Отцу и Ценю Святому Духу ныне и всегда и в веки и веков Аминь и в веки